Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника математика 6 класс, автора Мерзляк, Полонский и Кир, под номером 1236. Пользуясь угольником и шаблоном угла 17 градусов, построите угол, градусная мера которого равна 5 градусов. Поскольку мы с вами будем пользоваться угольником и шаблоном, и мы знаем с вами, что с помощью угольника можно построить угол 90 градусов. Поэтому рассмотрим, как связаны угол 90 градусов и угол 17 градусов. Запишем слово решение. Итак, по цифре 1. Мы с помощью угольника можем построить угол 90 градусов. И затем внутри этого прямого угла мы можем построить с помощью шаблона углы 17 градусов последовательно. Сколько поместится внутри угла 90 градусов? Углов по 17 градусов целиком. Смотрим. По 5. 10 умножаем на 5, 50, 7 умножаем на 5, 35, 50 прибавим 35, получается 85. И у нас останется еще шестой угол, он будет 5 градусов. Поэтому, чтобы построить угол 5 градусов, нужно сначала построить угол 90 градусов, а затем внутри него отложить последовательно 5 углов по 17 градусов. И оставшийся угол и будет у нас 5 градусов. Начинаем построение. Итак, с помощью угольника построим прямой угол. Мы взяли угольник, а теперь обведем две его стороны, которые образуют прямой угол. Вот так вот мы с вами обвели и получили угол 90 градусов. Теперь воспользуемся шаблоном. Расположим шаблон так, чтобы его сторона совпадала со стороной прямого угла, вершина совпадала с вершиной прямого угла. И обводим вторую сторону шаблона. Пунктирной линии. Переносим шаблон. Опять же, вершина шаблона должна совпадать с вершиной прямого угла, а сторона шаблона лежать на пунктирной линии. И обводим вторую сторону шаблона. И так далее 5 раз. Итак, мы последовательно с вами отложили с помощью шаблона 5 углов по 17 градусов. И между прямым углом, стороной прямого угла и стороной последнего отложенного угла с помощью шаблона у нас образовался угол 5 градусов. Давайте мы возьмем какой-то карандаш другого цвета, ну допустим зеленого, и выделим с вами этот полученный угол. Вот такой угол у нас получился 5 градусов. Теперь рассмотрим по цифре 2 задания. Если это не ошибка, и действительно нужно построить угол 12 градусов, то, конечно, построение будет немножко дольше. Потому что легко мы сможем с вами построить другой угол. Итак, если у нас есть угол 90 градусов, который мы всегда можем с вами построить с помощью угольника, и отложить последовательно, так как мы сейчас с вами строили углы по 17 градусов, но 4 раза, то останется угол 22 градуса. Проверяем. 10 умножаем на 4, это 40. 7 умножаем на 4, 28. 40 плюс 28, получается 68. 68 градусов плюс 22 градуса, это как раз 90 градусов. То есть, чтобы построить угол 22 градуса, нам достаточно построить угол 90 градусов, и 4 раза с помощью шаблона отложить угол 17 градусов. Это мы получим угол 22 градуса. Но нам нужно от этого угла 22 градуса отсечь угол 4 градуса. Каким образом мы это будем делать? Ну, это тоже не так сложно, но долго. Итак, для этого нам нужно взять будет развернутый угол, так чтобы одна из его сторон была стороной угла 90 градусов. и отложить угол 17 градусов, сколько? Правильно, 10 раз. Если мы 10 раз отложим угол 17 градусов, мы получим 170 градусов. И останется еще угол 10 градусов. Ну, а затем, чтобы получить угол 12 градусов, нам нужно будет от угла 22 градуса отсечь угол 10 градусов. Именно этим мы с вами сейчас и будем заниматься. Построим с вами развернутый угол и будем откладывать по 17 градусов 10 раз. И немножко перенесла записи, чтобы мы могли уложиться на одном рисунке, на одной страничке. Итак, вот у нас с вами развернутый угол. При этом сторона, одна из сторон этого развернутого угла, она же будет стороной и прямого угла, от которого мы будем отсекать 4 раза по 17 градусов, чтобы получить угол 22 градуса. Давайте мы сначала построим угол 22 градуса. Итак, построим сторону прямого угла. Вот мы построили сторону прямого угла. и в верхней части будем откладывать 4 угла по 17 градусов. Вот так мы расположили шаблон. Одна сторона шаблона лежит на стороне прямого угла, вершина совпадает с вершиной прямого угла и обводим вторую сторону шаблона. Вот так мы обвели с вами шаблон угла 17 градусов. Только выделим его пунктирной линией. Опять мы с вами поворачиваем наш шаблон. Одна сторона лежит на пунктирной линии, вершина совпадает с вершиной прямого угла. Вторую сторону шаблона обводим пунктирной линией и так 4 раза. Итак, мы с вами последовательно построили с помощью шаблона 4 угла по 17 градусов и у нас остался пятый угол, он у нас 22 градуса. Давайте мы это отметим. Итак, вот этот у нас угол, последний пятый, 22 градуса. Но нам нужен угол, какой? 12 градусов. Поэтому от стороны развернутого угла, который не является стороной прямого угла, мы начинаем откладывать 10 углов по 17 градусов. Вперед. Итак, одна сторона шаблона лежит у нас на стороне развернутого угла, которая не принадлежит прямому углу. Вершина шаблона совпадает с вершиной развернутого угла и с вершиной прямого угла. И вторую сторону шаблона обведем. Давайте мы возьмем другого цвета карандаш. Ну, например, какой? Ну, например, синий. Вот так мы обвели сторону шаблона. Теперь передвигаем шаблон. Одна сторона его будет лежать на этой пунктирной синей линии, а вторую сторону мы будем обводить. И таким образом 10 раз вперед. Вот так мы второй раз обвели шаблон. И продолжаем. Итак, вот мы и построили с вами угол 10 градусов. Итак, угол между последней пунктирной линией синий и стороной прямого угла, это и будет угол 10 градусов. Ну, и тогда, где же у нас угол 12 градусов? Это угол между последней синей пунктирной линией и между последней черной пунктирной линией. Давайте выделим его зеленым цветом. Итак, угол, который у нас выделен двумя зелеными дугами, и будет угол 12 градусов. Мы от угла 22 градуса отсекли угол 10 градусов. Получилось у нас с вами 12 градусов. Вот и все. Мы справились с вами с задачей. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. А также заходите в наши группы в соцсетях. Спасибо.